Зеркала Козырева Время – фундаментальное и одновременно самое загадочное свойство природы. Представление о времени подавляет наше воображение. Недаром умозрительные попытки понять сущность времени оказались безрезультативными. Эти слова принадлежат известному астрофизику прошлого столетия Николаю Козыреву, которому вполне возможно удалось понять смысл этой категории, тем самым проникнуть в одну из тайн вселенной. Николай Александрович Козырев родился в Санкт-Петербурге в августе 1908 года. Его мать, дочь самарского купца, занималась воспитанием четырех детей, а отец, известный горный инженер, действительный статский советник, был крупным чиновником в Министерстве земледелия. Но маленького Колю вопросы гидрологии, решением которой занимался глава семейства, интересовали мало. С детских лет он мечтательно вглядывался в небо. И поэтому ничего удивительного, что повзрослев, Николай избрал себе профессию астронома. Но занятие любимым делом в Пулковской инсерватории в 1936 году научному сотруднику пришлось прервать. Наступили времена большого террора. И Козырев, оказавшись под катком репрессий, как член террористической троцкиско-зиновьевской группировки, был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Отбывать наказание осужденного отправили в тюрьму в Курской области. А в 1939 году этапировали в лагерь под Норильском, где, к счастью, с учетом образования Николаю была уготована работа не по перевозке вагонеток, а в качестве геодезиста. Но в октябре 1941 года в отношении Козырева возбудили новое уголовное дело. На этот раз ему вменяли контрреволюционную агитацию среди заключенных. Разумеется, это тоже было бредом. Враждебными происками сочли высказывания типа «Есенин хороший поэт», «Дунаевский плохой композитор». Тем не менее, новый приговор гласил «Плюс еще 10 лет к оставшемуся сроку». Однако его друзья и коллеги каким-то образом добились освобождения астронома, хотя полная реабилитация совершилась точно только в конце 50-х годов. Удивительный факт, но в 1947 году, спустя несколько месяцев после выхода Козырева на свободу, в родном ЛГУ состоялась защита его докторской диссертации, написанной в уме на тему «Источники звездной энергии и теория внутреннего строения звезд». Впоследствии ученый вплоть до своей смерти, последовавшей в 1983 году, решал многие задачи от исследования сверхплотных звезд с огромным тяготением черных дыр до лунной вулканологии, за что был награжден Международной астрономической академией именной золотой медалью. Но главной целью жизни ученого было другое. Вкратце, суть этой теории, которая была сформулирована к 1953 году, звучит так. На звездах нет источника энергии, они существуют, излучая тепло и свет, за счет прихода энергии извне, благодаря какому-то нечто. Так вот, этим нечто является время, неотделимое от пространства. Время имеет направленность хода и плотность, распространяется мгновенно, поглощает и излучается материальными телами. Пространство можно экранировать, влияя на ход времени. И время способно отражаться от зеркал, подобно световым лучам. И вот для того, чтобы хоть как-то проверить эту гипотезу на практике, ученые создают устройство, которое впоследствии получило название «зеркало Козырева». Представляет оно собой спиралевидную плоскость из гибкого полированного листа алюминия, свернутую по часовой стрелке в полтора оборота. Такие зеркала, возможно, отражают физическое время, и подобно линзам могут фокусировать различные виды излучений, а в конечном результате влиять на ход времени. К сожалению, при жизни Николаю Александровичу не удалось превратить теорию в практический результат. В последующем находились энтузиасты, которые пытались проводить исследования на кустарно изготовленных установках. Но после, в начале 90-х прошлого столетия, на базе Института экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии наук СССР, были проведены исследования влияния зеркал на человеческий организм. Они оказались довольно любопытными. Испытуемые из числа добровольцев после сеанса утверждали, что они выходили из своего тела и либо отправлялись в космос, либо созерцали своих двойников со стороны. Причем во время реальных событий, произошедших с ними ранее. Другие на время обретали способность к телепатии и телекинезу, передаче информации на расстояние. Это могло бы показаться шарлатанством, но в 1991 году был проведен эксперимент, в котором участвовало около 200 человек, только в британском, загадочном местечке Стоухенш. Тогда туда из Новосибирска с помощью телекинеза было отправлено и принято сообщение в виде текста на древнем шумерском языке. К сожалению, объяснить данный феномен с научной точки зрения на настоящий момент никто из ученых не берется. Да и к подобным экспериментам сегодня относятся с осторожностью и опаской. В этом есть свой резон. Ведь до конца неосознанное манипулирование времени может привести к прорыву в параллельные миры, где, увы, нас пока не ждут. Статья, подготовленная Леонидом Лужковым, публикуется в газете в журнале «Загадки истории», номер 32-2014 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. «Загадки истории»